Для той сестры, которая приняла ислам, очень важна поддержка джамаата. Особенно, если она вдалеке от семьи и знает, что они её не поддержат, когда узнают о её решении. Аль-Хамдул-Лля, она приняла ислам, её переполняют разные чувства, и тревога, и счастье, и страх, и окрылённость. Она ощущает себя по-другому, как внешне, так и внутренне. Она всё так же любит свою семью и друзей. Много вещей в её жизни важны для неё. Но в то же время она сознаёт, что надо будет отпустить определённых людей из своей жизни. Хотя уже многое было переосмыслено, ещё много чего нужно переосмыслить. Она хочет одновременно кричать от радости и в то же время шептать, что приняла ислам. Всё ещё есть страх непринятия родными и друзьями. Она сильная и смелая, но в то же время испуганная и нервная. Родные ещё не знают, но эта сестра знает, что в любом случае они узнают, услышат или поймут, что она изменилась. Аль-Хамдул-Лля, она уже знает, как совершать молитву. Она прочитала перевод Корана. Уже даже есть наряд для выхода, красивая чёрная абая. Ей страшно носить хиджаб. Испытывая какое-то стеснение и неудобство, она выходит впервые на улицу покрытая. Всё происходит так быстро. Я теперь мусульманка, я покрытая. Я теперь молюсь. Мне нужно столько всего ещё узнать. Смогу ли я выучить арабский? Как сказать всё маме? А я точно смогу ей признаться. Но я ведь сильная, я всё смогу. Всё вытерплю. Иша Аллах. Аллах всегда отвечает на дуа. Он слышащий и знающий. Весь этот поток мыслей, просто как бурная река, проносится в её голове. Сердце переполняется любовью к Аллаху и его посланнику. Да, её ждут много испытаний, сложностей, но в то же время столько блага ожидает её. Нам не нужно за неё беспокоиться, ведь Аллах уже принял её в наши ряды. Субтитры создавал DimaTorzok